У нас порядка где-то уже переболело 15 человек. Которые, ребята, кто-то выздоравливает, кто-то заболевает, кто-то травмируется. Вы прекрасно меня, наверное, понимаете, потому что хоккей и такая игра очень контактная, где без травм практически невозможно. Со стартового вбрасывания торпеды играет на высоких скоростях. Наконец-то в хоккеистах просыпается спортивная злость, которой так не хватало в прошлых матчах. На восьмой минуте игры болельщики взрываются овациями. Денис Баранцев с передачи Артема Аляева открывает счет в большинстве. Спокойно и без нервов торпеда сохраняет счет в первом периоде. После перерыва трибуны Кырканогорной становятся свидетелями еще трех голов. Один краше другого. Сначала Андрей Белевич расстреливает голкипера Северстали. Дубль оформляет Баранцев. И, наконец-то, отличается Дамир Жафяров. Он не забивал с начала года. Точку в матче уже в третьем периоде ставит Кирилл Ураков 5-0. Долгожданная победа торпеда. Это очень было важно. На самом деле, просто где-то, опять же, повторюсь, проиграли где-то последние игры. Ну и болельщиков хочется порадовать давно. Они тоже переживают за нас. Спасибо вам большое. И тоже не хочется их расстраивать. Все, сегодня выложили силы. Сейчас отдохнем, будем готовиться дальше. После победы над Северсталью команда Дэвида Немировски поднялась на седьмую строчку, обогнав Витязь. У команды одинаковое количество очков. Но у торпеда лучше статистика забитых и пропущенных шайб. И, кстати, о главном тренере нижегородцев. Дэвид Немировский после матча не смог посетить пресс-конференцию. Вместо него на вопросы журналистов отмечал тренер торпеда Артем Чуваров. Как сообщили в клубе, Дэвид не очень хорошо себя чувствовал после игры. Хорошая игра. Бои до острова. Повезло больше. В завершениях неплохие голы забили. Немножко раскрепостились ребята после последних четырех поражений. Важны два очка у нас перед перерывом. Идем дальше. Сейчас хоккеисты уходят на европаузу. Большой хоккей вернется только 11 февраля. Торпеда на выезде сыграет с лидером таблицы КХЛ – ЦСКА. А затем уже дома 13 февраля нижегородцы примут других армейцев в Питерский СКА. Оба матча мы покажем в прямом эфире на нашем канале. Артемий Катков, Ренат Бигбаев. Время новостей.